ребята всем привет с вами Сергей Калиниченко и сегодня я хочу сделать обзор точнее вы увидите мою реакцию на то как же борется на данный момент Майкл Тодд я давно не видел его в соревновательной борьбе так как был карантин и я наткнулся на его аккаунт и увидел как он борется как он борется в зале и сейчас мы с вами это посмотрим так с кем это он борется я не знаю вот типа постоянно поднимается локоть но ничего страшного но уже могу сказать что первые не знаю что это за тип но Майкл Тодд вряд ли должен с ним бороться на вот такой руке да то есть но Майкл Тодд по другому не может бороться это как бы это со слабым соперником вот так борется а когда он борется с сильным у него вообще локоть выше головы и этот его артроз хронический неразгибание локтя я даже не знаю настолько он сильный насколько все говорят или просто это генетически он заработал этот артроз и у него не разгибаются локти да давайте дальше посмотрим ну все тот даже сдался и не боролся не ну как для Майкла Тодда это еще даже хорошие углы даже он еще по правилам можно сказать борется да по правилам ну согласитесь же когда красивая борьба неважно выиграл ты не выиграл говорят там о заборолись да конечно основное это выиграть но я не знаю для меня было бы не очень как бы приятно выиграть да через свой артроз вот это было бы даже обидненько но я скажу что я не уверен что Майкл Тодд сильный вот не уверен что он сильный а то что у него неразгибаемый угол не знаю из-за чего в это я конечно верю ну все вот и закончилась ихняя борьба ужаснейший пример Майкл Тодд как по моему мнению для мира армрестлинга не знаю один процент армрестлеров если сможет бороться в его технике то это будет очень хорошо еще я видел у него ролик сейчас я его включу это просто я не знаю куда смотрят судьи куда смотрят все это борьба которую он показывает на вал это смешно это просто смешно смотрите что это такое что это такое как вообще можно я не знаю в таком положении короче выиграть и так радоваться я красавчик это вообще ну типа для меня это я не понимаю этого войти еще раз посмотрим посмотрите на эту радость ну я понял то что с более менее слабыми он еще может так бороться но когда соперник намного сильнее да ему приходится бороться вот так ну короче для меня это самый худший я не знаю армрестлер в мире самая ужасная борьба то что он как бы имеет много титулов побеждал очень сильных это же как бы победил значит победил не важно когда она победил но для меня он примером никогда не будет ребята подписываемся на канал закидываем меня какие-то видосики интересные если хотите чтобы я сделал на них обзор